всем привет с вами группа не говори маме мы сегодня на стране fm поем и общаемся вместе с вами мы на самом деле с ребятами собрались не так ну не так давно нам всего лишь полгода еще если отнять пандемию то нам можно сказать три месяца мы совсем практически новорожденный clone я реально успели подружиться спеться только спеться и записать 4 крутые песни сейчас у нас в работе просто куча кучу 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 я действительно в работе материала очень много и но за это время получаются действительно в пандемии было не очень просто не очень просто вот но мы умудрились мы умудрились заснять клип который да я просто думал сейчас о школе еще с того интервью. Ладно, так вот. Да, у нас Леша самый младший участник группы, кстати. Легендарная юность, я бы это назвал. Человек со школы, с партий со школы. Унижай, давай, 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 что унижай. Как там породистых собак надо брать еще щенками, да? Общим, общим. Мы сняли клип. Уже он набрал сколько просмотров? Полмиллиона? Полмиллиона. Достаточно набрал просмотров. Ни много, ни мало. Чувствуем себя уже более-менее так сказать, не мало, так сказать, чуть-чуть известны. Как видите, мы не самая серьезная группа в стране. Скромные, то есть про скромность, ну можно сказать, это мы. Скромность это песня просто. Да, не говори маме, ака скромность. Так, ребят, ну что, подъехал какой-то вопросик про продюсерские центры. Что вы скажете, что вы об этом вообще думаете? Что есть кроме нашего еще какие-то? Ну я не слышал, если честно. Ну так, ну по воде они так, жабки. А я хочу добавить каплю серьезности, можно? Давай, давай. Буквально на минутку. Просим. Монолог. Я просто очень часто читаю комментарии о том, что время продюсерских центров прошло, время продюсеров прошло, все такие самостоятельные. Очень хочется донести людям, что продюсер это не какой-то карабас-барабас, который нас водит за ниточки и мы делаем все, что нам говорят. Мы совершенно свободные, особенно в музыкальном смысле, люди. Мы творим, вытворяем, как вы видите. Мы делаем все, что нам органично. И нам просто дает возможность этим заниматься. Это очень круто. Поэтому люди, мы такие же, как все. Просто забрали паспорта еще. А это единственный минус. В остальном все, как у вас. Ну да, все, все, как и у людей. Нет, я шучу, я шучу, это шутка. Никто паспорта не забирал. Нет. Расскажем про нашего папу старшего братья? Конечно. У нас есть шеф, это наш всеми любимый Виктор Яковлевич Дробыш. И он совершенно не злой. Недавно побил Даню за то, что он неправильно спел. Два удара по почкам, кто считает. Это тот человек, который на самом деле с великим опытом, и вот он подхватил нас под свое, грубо говоря, крыло. И он есть в нашей команде. Это, считай, пятый человек, который всегда стоит за спиной в музыкальных вопросах. Потому что он не трогает нас. Имидж, там еще что-то, там, я не знаю, прически, там, как выглядеть, что говорить. Нет, мы абсолютно свободны. Но хочется еще сказать, что с нами работает прям очень крутая команда. Помимо Виктора Яковлевича, у нас самый лучший менеджер, самый лучший пиарщик. Да, у нас команда. Можно сказать, друзья. Это семья, да, как мы становимся семьей. Я еще хочу вот про музыку и про продюсера тоже сказать, что Виктор Яковлевич, как это, вот очень, мне, кстати, не нравится в молодой школе, что нету вообще типа фильтров музыкальных, то есть выкладывают все. У нас есть фильтр, но как бы при этом Виктор Яковлевич ищет вместе с нами. То есть мы всегда слушаем и как бы мы думаем, размышляем, это сейчас выпустить или попозже. И это прям реально прикольно, это свой материал можешь приносить. И, ну, дальше как бы вот вы вместе пытаетесь искать, какой выпустить сейчас, там, твой сингл, какой попозже. Вот, все, я сказал. Ну, какой-то серьезный клуб. Ну, просто это нужно было. А ты что добавишь, Колди? Я добавлю, ну, я согласен со всеми, что было ранее сказано. В общем, ну, да, большая семья, делаем все, что хотим. Мы все авторы, мы сами пишем свои песни. Большинство, у нас, конечно, есть песни других талантливых авторов, но мы очень-очень активно пишем. Кстати, очень прикольно, что мы каждый пишем свой куплет, то есть вот прям буквально кто-то написал припев, а припев, да, куплет каждый сам под себя дальше, там, кто-то, если кому-то рэпчик удобно читать, тот поет, да, тот пишет рэпчик. Чувак-то рэпчик. Ну, и каждый, рэпчик. Рэпчик. Когда картавый человек говорит слово рэпчик, оно даже не звучит, ну, как-то, да. Не, нормально было. Кстати, на секундочку, школьник играет на барабанах, на гитаре, на ударниках. Прости, прости, я словарь Даля куплю себе. Ну да, мы, кстати, реально все давно занимаемся музыкой. Вот, может быть, Колди у нас самый молодой в этом смысле тоже, но не менее талантливый, развивается и подтягивается, и чему-то даже, мне кажется, нас учит. И приседает, и приседает хорошего человека. Можно тоже нотку серьезную? Вообще там высшее образование музыкальное. Второе. Магистр. Прошу прощения. Да, музыкальное джазовое училище, между прочими. Колоссальный опыт. Закончено? Закончено, среднее специальное образование, не надо. Такой опыт. Да. Ну, делать сольно, но, знаешь, мы же сейчас не нужно. Да, мы все собрались в одну команду, мы реально дополняем друг друга, потому что каждый вообще абсолютно разный, и вместе мы звучим, как какой-то сладенький кексик с сочной начинкой. И почему бы этот кексик не вкусить и не попробовать нашей музыке? Конечно, мы можем делать все по раздельности и делать все сами, но мы сейчас вместе пробиваемся. Не раздельный кексик. Да, я ухожу, а то пошлю. Почему мы не можем быть какого-нибудь паста и карбонара, то есть что-нибудь эдакое? Ну, кексик. А я буду фогровый. Кексик. Оля, насчет фитов, что ты скажешь? Ну, на самом деле, да, у нас есть такое ответвление, мы иногда что-нибудь такое сочиняем вместе. Вот, допустим, мы с Коуди, Коуди, с Даней. И мы с Колей тоже. И мы с Колей тоже. Да. И вы с Владом. У нас двойнички есть здесь. Короче, все по парам. Короче, записываем дуэтные треки, да, вот так. И возможно, может быть, что-то из этого получится целостное, и мы все это выпустим в группе. Да, просто нам вообще не запрещается что-то делать свое. То есть Виктор Яковлевич сказал, что если у вас есть какой-то порыв, да, у кого-то сделать там свою песню, допустим, выпустить, это не возбраняется. Но нам классно вчетвером сейчас, на этом этапе как минимум. И поэтому нам нравится... Это впервые они от меня это слышат. И нам нравится создавать вместе на сцене. Мы кайфуем от взаимодействия, мы кайфуем от созвучия голосов. Нравится выстраивать, да. Только не любить. Я, кстати, не согласен. Вот халтурить одному чисто, мне кажется, гораздо легче. Вот когда ты вместе, ты не можешь. Сразу все начинает сыпаться, потому что есть ответственность за других. Если ты где-то рассыпался, все, твой напарник уже... Я не соглашусь. Знаете, есть реально... Халтурщик. Халтурщик, да, единственный. Но есть реальный бонус, это что где бы мы ни находились, любая тусовка, любое мероприятие, где мы находились, у нас всегда четверо, у нас своя движуха, у нас свой зашквар. И если вы хотите к нам попасть, залетайте. С нами будет весело. А как бы вы нам... Ну, то есть, мы не нужны. Рекламные голосы, Коля. Ну, скажите, когда раньше ходишь на какое-то мероприятие, и ты, допустим, никого не знаешь, или какие-то артисты, ну, ты такой немножко скромненький, с бокалом. А сейчас мы вчетвером и залетаем, нам уже весело. И это очень помогает. Это помогает расслабиться и не волноваться перед выходом на сцену. Я вообще интроверт. Людей вот видеть прям страшно. Ну, страшно. Вышел из дома, все. Кошмар, ужас. Из современной музыки я слышал, появилась недавно группа «Не говори маме» называется. О, да ладно. Не слышал, нет? Лиз, Лиз. Я слышал, они говорят, что очень талантливые ребята. Ну, такие, да. То есть, поют. А там, правда, продюсерский проект. А, опять продюсерский проект? Продюсерский проект. Давайте на серьезку. На серьезку, ну, немножко вы это. На самом деле сейчас колоссальная возможность, что все могут писать музыку. Вот любой человек, у которого есть ноутбук, он может сесть, разобраться и написать музыку. Поэтому музыки сейчас очень много в разных направлениях. И от души, и где-то скопированная, и новая школа, рэп, рэп, и безумное количество. Поэтому современная музыка, она каждый день выпускается куча новых треков. Вопрос, как ты это делаешь, с душой или без? Не, ну, это классно в любом случае, что сейчас более свободное, скажем так, да, пространство для начинающих музыкантов. Вроде это должно быть хорошо. Но вот бейсбэндов нету, между прочим. А вот бейсбэндов нету, да. Ну, я хочу добавить единственное то, что нынешнее время, да, сейчас музыка, которая выходит, как мне кажется, плюсы и минусы того, что сильно очень много всего, и мы очень многое можем потерять. То есть, да, мы просыпаемся сегодня и с утра листаем нашу ленту, и не всегда наш глаз может уцепиться за что-то хорошее, расслушать. Если раньше, да, там, Мрай Керри, Селин Дион выпускают свой альбом, и ты можешь вкусить, ты можешь понять, прочувствовать, пережить. То сейчас все достаточно быстро, и поэтому очень много выходит материала, который здесь и сейчас, каким-то, не знаю, плохим словом, хайповым моментом, все, и завтра это все уже забыли. От этого немножко грустно, потому что хочется, чтобы люди все-таки больше, чуть-чуть больше приходили в музыку. И поэтому, ну, мы, как, не знаю, сейчас попробую за всех сказать, мы хотим действительно делать музыку, которая не только... и где-то в чем-то отзываться. И раз уже заговорили про нашу цель, хочется вот прям еще то, что хочется донести. Понятно. Якорь, якорь про бенды. А, понятно. Ну да, 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 я понял. Все, подожди, подожди, я договорю. Про бенды, то, что они собираются, там, на них пишут песни, и они просто вот чей-то проект. Вот хочется сказать, что нет, тут есть разница бенды и есть музыкальный коллектив, когда мы действительно обмениваемся мыслями и складываем общее творчество. То есть нет никакого, как ребят собрали, построили, одели тут это, давайте вот по суфлеру ребят читайте. Нет. То есть, наверное, даже в плане музыкальных бендов это все вышло на более живой уровень такой, более осязаемый. Вот что я хотел донести. Сложно, да? Все, ладно. Так и думали, да. А, ну понятно. Про плейлист, я думаю, что у каждого вообще, у нас четверо, мы слушаем все абсолютно разную музыку, мы впитываем абсолютно разное, поэтому сравнить наши плейлисты нельзя. У нас есть тут любитель Бритни Спирс. Не смейте обижать Бритни Спирс, мы вас порвем за нее. Я не принадлежу себе, я принадлежу Бритни Спирсу. Я просто ребенок нулевых и музыка нулевых. Я вообще жду, когда вот, да, вернулась мода 90-х, все начали делать 90-е, я уже жду, когда же придут двухтысячные, когда будет «My lowliness is killing me», когда будет «Use religion», и все, ну то есть хочется вернуть дух нулевых. Ну вот. Коды у нас из тех, кто вот эти вот… Да ладно, мы видели, ты слушаешь. Да, да, да. Я не стал друг плейлист. Да мы знаем о тебе все, мальчик. Даня, что ты слушаешь? Я слушаю «Bit Love». Понятно. Давайте вот так. Сейчас говорят, что молодежь вообще не слушает там музыку 60-х, я не знаю, я «Bit Love» слушаю. Закончу песню. Yesterday… All my trouble seems so far away. Far away. Валютно. Он крутой, он крутой тип. Он реально крутой, он офигенный тип, он взорвал, он рвет до сих пор, там «Женщина года», там все эти моменты. Он классный тип очень. Но наша музыка просто в другом направлении, мы такое как бы не впитываем. Как понаблюдать за артистом, за товарищем, который стоит рядышком на сцене, классно. Это круто. Вообще я считаю, что любой артист имеет право место быть. Вот там, да, очень много там на Ольгу Бузову в самом начале. Почему? В этом нет ничего плохого. Каждый имеет возможность самовыражаться и делать то, что он хочет. Если тебе не нравится, переключи. Сейчас есть просто огромный ландшафт, слушай что-то другое. Живите здесь и сейчас. Чего вам? Кайфуй тебя! Кайфуй тебя! Олечка, мы тебя обожаем. Ты нас еще не... А, ну да, мы тебя любим. Конечно, слушай, это вообще-то наше crew. Одиночество, сука. Более того, мы знакомы с маминой дочкой. Это новый проект, это дочка Славы, и мы с ней как бы вместе дружим. Яблони от яблони, там все рядом. Спектр наших слов очень богатый, и можно не употреблять совершенно ненормативную лексику в нашем диалоге, в разговоре, и тем более в песнях. Потому что мы же все культурные люди, мы можем донести все без мата. Насколько я знаю, мат пришел к нам от магового татарского ига, и это очень плохие слова. Я думал, у меня в нашем коллективе. Но иногда окрасия речи и то, что ты хочешь донести, хочется так сказать, чтобы человек понял в моменте. Но в песнях не стоит этого делать. Я думаю, наш язык очень богатый, и на слова мы можем... А я с тобой не соглашусь. Встал, встал, встал. Да нет, еще одна точка зрения по поводу мата. Меня всегда воспитывали и родители говорили, и все, что мат можно использовать, если это необходимая эмоциональная краска. Вот прям тут подчеркну, необходимая, вот прям, то есть если вообще никак не заменить. Ну смотри, песня «Одиночество, сука», да? По поводу? Ну там же... Че? Там же реально типа, ну по-другому не скажешь. То есть это реально красивая эмоциональная краска. Так, сука, не мат. Это литературное слово. Хорошо, но это... Это собака женского пола с сиськами. И я бы... Да? Остановись, Николай! Ты разбираешься? В общем, я не буду приводить пример менее цензурный, но вот на примере «Одиночество, сука», да, тем не менее, там не очень цензурное слово, но литературное, хорошо. Вот, оно используется, и также можно использовать маты, я считаю, в песнях, если это вот только такая эмоциональная краска подходит, и больше никакой. Ну не знаю, я не такая ласточка, как наши кексики сладкие. Я матерюсь в жизни, но типа мне... У меня не было порыва, чтобы мне захотелось в написанную, допустим, мной песню интегрировать какой-то мат или плохой. Просто не было такого позыва. Если он будет, куда ты денешься от позыва? А в жизни, я считаю, ну как без этого словца? Ну иногда прям... Вот я смотрю на это лицо и думаю, ну Коля, ну... И все. Особенно с Данькой. Мне кажется, сейчас полилась дикая грязь, потому что люди, когда слышат в песне «Мат», они думают, о, вот это крутая песня. Типа парень, да, свободный, может спокойно в песне... А на самом деле, мне кажется, гораздо труднее без мата донести эту мысль, и можно и также характер и манеру. Я не согласен. Они какие-то ханжи, кто хочет материться, пусть матерится, кто не хочет материться, пусть не матерится. Свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Олег. Олег. Что-то очень умное сказано было, ничего не поняла. Спасибо. Очень, очень, очень круто. Так, в соцсети, да, тема, темочка такая, небольшая тема. Погнали. В общем, ребятки, кто-нибудь хочет что-то сказать или я буду говорить? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так вот, скажу я так вот просто очень, ну как бы, мы есть в Инстагруме, у нас есть своя официальная страничка, так сказать, в Инстагруме. Есть на Ютубчике, Ютубчик там, канал один есть, хороший такой, зайдите, посмотрите клип последний. Я честно больше пользуюсь Инстаграмом и… Или Инстагрум. 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 Извините. У нас есть еще один трешняк, потому что у нас есть Инстаграм для группы и у каждого свой личный. Иногда мы заходим в Инстаграм для группы все, и кто-то может ответить моей девочке, которая мне писала что-нибудь плохое или наоборот. Ну типа там, привет, Коля. Да что ты скажешь? Мои девочки. Вот. Мои девочки. Восемь лет, Коль. Восемь лет? Аккуратней. У тебя дочь? Я так понимаю все… О, куда она завела? Я так понимаю все Инстаграм, да? То есть мы такие инстаграмные… Да нет. Ну почему? Существует еще ТикТок? Это король ТикТока. По крайней мере он… Да, существует. ТикТоки. Существует. Существует ТикТок. Инстагрум и Тикаток. Начинал вести сам ТикТок, да, снимал видео с ребятами, интеграции много было достаточно. Мы делали какие-то кликбейты, я не знаю, но мы много чего делали, я просто оттуда все удалял. В итоге опять лень победила. В итоге я забросил как бы и не веду теперь ТикТок. Да блин, мы не ТикТокеры, мы музыканты, мы артисты. Не в этом у меня желание. У меня в музыке я хочу продвинуться как-то. Не в ТикТоке же, но я не хочу стать ТикТокером или еще хуже блогером. Даня, кого ты из ТикТокера знаешь? Марго. Марго, да, мы знаем. Марго. Марго. А как кто? ТикТок? Марго. Она так и зовет Марго. Да нет, вот с Фридомом мы сейчас будем делать коллаб, будем писать песню. Есть у нас наши кентулики, это Фридом. Мы знаем Полину и Зак, мы знаем Макса Климку, мы знаем близняшек, точно не помним как у них. Они знают, я не знаю. Я с ними не знакомый. У них называется аккаунт, но очень прикольные девчонки. Да ты закатывал к ним там. Передаю я привет вам, да. Ну я в принципе со всеми общаюсь, я как бы добрый человек. Ну я просто так спросил, чтобы время потянуть. Аким такой, ну человек, мальчик такой. ТикТокер? ТикиТокер. Анохина Лиза. Ну в общем я просто уже как-то забыл имена людей, но я именно общался вот в авиапарке. Вы знаете, раньше снимали типа в авиапарке было много тикТокеров. Теперь в эфимоле, теперь они как-то разделены. Типа у них там война какая-то тикТокерская, ужин какой-то. Сейчас. Просто... Какие подробности? Кстати да, все тикТокеры запели. Ну я же, я так понял, появилась отдельная вообще здесь типа тикТок музыка. Уже даже так появилась. Я видел, что Брасков записал лет каким-то мальчикам из тикТока. С Данией Милохином. Данией Милохин, Басков, пипец. Вы слышали фит? Нет, да. Я посмотрел запись выпускного в этом году и там выступало очень много поющих тикТокеров, но это конечно ребята... Я нормально отношусь, почему не хочет человек петь, да пусть поет. Кому от этого плохо, всем от этого хорошо. Нет, просто... Ну дело в том, что... Дело в том, что типа... Мне нравится эта девчонка петь. Мне нравится эта девчонка... Микола, я психушка. Такая красивая девчонка. Карнавал? Да, симпатичная девчонка. В общем мы классно относились. Мы ее вчера если что видели. Коля, Коля. Вчера ее видели если что, я тебе сказал типа это она. Да я не поеду я к тебе домой, хватит. Очень интересно. Что ты думаешь про образование? Вот дети сейчас совершенно не учатся. Они думают медиапространство открыто. И вот мы сейчас все станем блогерами, начнем снимать и все будет хорошо. Бабки польются рекой. А учиться и не надо совсем. Ни в школе, да Колоде? Ни в универе. Да, Даня? Что? Что делать? Это на самом деле очень серьезная тема. И мне кажется это дилемма. Просто сбрасывать такие темы и сказать, да нет, сейчас образование вообще не важно. Сейчас можно закончить курсы и не знаю, стать айтишником за три месяца. И делать одно, другое, третье. Снимать себя на ютюбе, как ты не знаю там колупаешь в носу. Это будет популярно и приносить тебе деньги. Сложно об этом говорить. Я за какие-то профильные истории. Я за то, чтобы в детстве со школы развивали личность. Чтобы ребенок там к 15-16 годам действительно понимал чего он хочет. Если он понимает, что записывать видео это действительно единственное, что он умеет, что он хочет, чем он горит. Почему нет? Да, делай то, что тебе нравится. Но если ты, не знаю, понимаешь, что условно, ну это не твое, у тебя это не получается. Ты можешь стать, не знаю, отличным биологом и наконец-то создать эту вакцину от пандемии и прочее. То есть все должно быть профильно. Очень хочется, чтобы наше образование подходило, не массово брало нас всех как стадо, а подходило к личности. Выращивало в нас, прежде всего, личности, тогда проблем не будет. Я так считаю... И все, я закончил. Хорошо. Перед тем, как еще снимать видео, все-таки, мне кажется, нужно хоть в чем-то в этой жизни стать профессионалом. То есть перед тем, как вы поймете, что вы все-таки не готовы снимать видео каждый день, научитесь чему-нибудь, чтобы в случае чего найти нормальную работу. Я не знаю, мы... Я вообще считаю, что только если бы мы сказали, что да нафиг учебу, вообще это не нужно, только тогда это видео набрало бы еще в два раза больше просмотров, чем может набрать. Но мы тут понедлили немножко. Можно я что-то скажу? Мне кажется, очень здорово, что сейчас дети на улице не просто бегают и страдают фигней, а каждый научился что-то монтажей, что-то снимать. И они как бы вместо гуляний делают и все. Школа, универы нужны для общего образования. Развивать свои мозги, чтобы ты не был, как бревнышко, тук-тук-тук. Но вот правильно я сказал Влад про профессионалов. Сейчас время посредников. Все посредники. Типа давай, я договорюсь, найду тебя этого, возьму свой процент. А профессионалов своего дела по факту нету. Врачи, я не знаю, физики, это же нужно, это очень сложно и непостижимо на самом деле. Очень просто смонтировать видосик. А вот быть реально мастером своего дела, вот это уже что-то гораздо выше. Смотри сам. Хочешь ты или реализоваться как человек, или быть просто отставшим видеомейкером, который на телефоне что-нибудь снимает. Отстал. Идите в доктора. Да. Спасибо докторам. Это жутко. Приходишь к доктору, он тебя не может даже полечить. Я уже учусь, да. Дальше, конечно. До 11-го. Потом МГИМО, если у меня баллов хватит. А если не хватит, ну значит МГУ, либо куда Бог скажет. Послушай, брат, ты точно не будешь этому рад, даже если ты, Мурат, будешь очень богат. Ты не будешь этому рад, если деньги твоя цель, а не средство ресурсный аппарат. Что вы скажете про деньги? Я обожаю деньги. Я люблю, я так люблю деньги. И с каждым годом все больше и сильнее. Я не понимаю, как это приходит, но… Взрослеешь. Мы любим деньги. Деньги… А деньги… Не любят нас. Периодически любят нас, да? Нет, на самом деле, мне кажется, что если, типа, деньги твоя цель, то далеко не улетишь. Деньги, ну, это средство достижения твоих целей. Ну, это средство. Знаете, я вот часто там слышал о том, что да неважно деньги, там вот эти все там… Да важно! Да важно! Деньги – это качество твоей жизни, твои возможности, это твое здоровье, это все. И почему это стыдно вдруг говорить о деньгах? Это классно, классно зарабатывать деньги, классно иметь много денег. Зарабатывать. Конечно, классно, когда это честно, когда это еще и в удовольствие, да, и когда… Но все мы любим деньги, и Сережа тоже, понимаешь? Поэтому, да. Это как мамы нулевых вообще. Тот самый? Тот самый. Тот самый Сергей Сергей. Понятно. Месяц… Это как дымоход. Лямчика 2 баксов, да? Ого. Ну, на всех типа? Мне – да. Нет, на меня. Блин, сложно сказать. Не, ну прям по суммам тяжело. Так, чтобы хватало обеспечить себя, свою семью, чтобы родители ни в чем не нуждались. Можно было бы возить кого-то на отдых, прикупить всем зону комфорта, там, квартирку, иметь дом. И все, развиваться, помогать людям. Всегда мало, всегда мало. Я думаю, да, всегда будет мало. Всегда будет мало. У меня цыганские крови вообще. Деньги не вопрос, брат. На самом деле, что сказать про девушек? Девушки – это единственная моя слабость. Это реально единственная моя слабость, которая может от чего-то отвлечь. Но все мы нуждаемся в женской заботе, любви, в ласке. И без вас никуда. Если поговорить про какие-то идеалы девушек, на самом деле это очень тяжело сказать. Люди абсолютно разные. Сколько людей бы я не встречал, они все дико разные. И также девушки. А девушки, они обычно еще и с изюминками. Но, блин, да без вас невозможно жить. Я люблю вас. Безумно. Вот что я скажу про девушек. Как это мило, Коля. Как это не мило. Он просто загнал такую речь. Ладно, все, извини. Перегнули. Ну, мое сердце принадлежит Бритни Спирс, конечно. Тут не только сердце. Почек, если надо, Бритни. У меня две. Ну, нет. Это если говорить о том, что это мой идеал внешне, безусловно, энергетический. И разница в возрасте меня не смущает. Скажи, как важная энергетика. Не люблю говорить. Просто личная жизнь, считаю, должна оставаться личной. И там, не знаю, количество отношений и так далее. Это все за порогом дома. Просто хочу сказать, что очень важно, насколько бы там, не знаю, красота и сексуальные отношения не были крутыми. Но если нет вот этой какой-то внутренней связи, чувство юмора обязательно. Без чувства юмора вообще далеко. А у Влада оно специфическое. Да вообще далеко не уедешь. Да, если нет вот этого человеческого контакта, то внешность, конечно, уходит на второй план. Но... Да что ты. Научился. Продолжим, Данил. Да, пожалуй, продолжим. Да что, я про себя что могу сказать? У меня тоже немного было таких вот серьезных прямочувств. Каждый раз, когда это происходит, ты пытаешься что-то, ну, как бы себе представить какой-то идеал, построить там что-то в голове, какой-то образ. А потом все равно все идет о лаверды по-другому абсолютно. То есть происходит взрыв и, типа, ты встречаешь... Даже иногда у тебя такая мысль в голове, типа, да нет. Ну, типа, нет, это я не мог, я не мог так проколоться. Почему именно этот человек, а вот оно, да, именно так и происходит. А-а-а. Не-не, я спросить, можно? Не, подожди. Вот. Да, теперь можно. А-а-а. Типа взрыв этот, ну, типа, бомба, бах. Или что? Баба, большой, да. А-а-а. Я понял, да. Типа знаешь, когда там бабочки в животе? Баба! В животе? Я не знаю, кто мне нравится. Ну, в смысле, девочки. Для меня отношения — это, там, год, полтора, два. Когда ты знаешь человека, когда ты можешь доверять ему, когда ты знаешь, что он может сказать, над чем он может посмеяться. У меня такого человека пока не было. У меня были подруги, подружки. Как я отношусь к тюнингу? Ну, во-первых, мои губы-вареники... Куда их еще качать? Ну, честное слово. Фу, какой образ ужасный. Губы-вареники, классный. Ужас. Так всегда девочки, им нравится, мягенько. Беляши. Ты не пробуй. Губы-беляши. Нет, слишком. Отстой. Ну, на самом деле, чего? Я люблю любую красоту. Натуральную. Но ребенок-то ведь родится. Такое, какие гены, какая красота. Поэтому я, наверное, за натуральную красоту. Здорово просыпаться с девушкой и видеть по утрам, когда у нее нет косметики. И все равно ее целовать и любить. Целовать в пяточку перед уходом на работу и понимать, что она у тебя красавица такая, какая есть. Ну, я что хочу сказать тоже. Сейчас же пошла вот эта вот мода, что девчонки начинают говорить, я вообще-то красивая для себя, а не для мужчин. Вот это вот. И сколько бы мы ни говорили, мы же очень часто, все мужчины говорят, что, слушайте, естественно, красота forever. Реально. Реально. Правда. То есть она действительно, ну, естественно, красота лучше, как бы там ни было. Но они же сейчас действительно вот. Ну, я для себя хочу быть красивым. Я всегда хотел из себя большие губы, блин. Если кто-то хочет, почему нет? Ну, слушайте, там, вот не нравится человеку свой нос. Ну, поменяй. Почему? И действительно, я не согласен с тем, что девушки врут на эту тему. Конечно, потому что она смотрит на себя в отражение в зеркало гораздо чаще, чем она получает какие-то взгляды, может быть, со стороны. И, конечно, хочется видеть всегда свое внутреннее со своим внешним, чтобы сочеталось. Я за все, за любые эти, если тебе внутри комфортно, если ты так себя чувствуешь круто, то да. И ты обязательно, если ты красив внутри комфортно, то обязательно найдешь человека, который это оценит, полюбит. И его не будет смущать ни губы, ни груди, искусственные ничто. Ну, согласен, разумная пластика, разумная. Даже не разумная. Я все, что хотел, поменял. Вот мое настоящее лицо! Я все время был в маске. Я, на самом деле, поменял только улыбку, потому что у меня был с детства комплекс, я это изменил, и открыто, как бы, ну, там, у меня есть своя улыбка. Еще, да, не знаю, может быть, что-то бы поменял, там, нос. Я просто трусливый, мне не везет с врачами, у меня все время что-нибудь, там, зуб не так спилят, спину не так полечат. Поэтому мне каждый раз надо идти со священником, с кучей свидетелей, чтобы потом сказать, это ты сломала, переделывай. Поэтому, как-то так. Но, да, может быть, когда-нибудь, когда я чуть-чуть стану старше, я буду обязательно вот таким человеком. Ну, кстати, я, может, тебе тоже старость и зубы сделаю, вдруг повыпадают. Не вдруг, а повыпадают. Давай верим. Придется, придется ночью. Это старость. У меня пятнадцать, я уже знаю, это старость. Так что, да, не говори маме через двадцать лет. Ну и нет, восемнадцати. Меня бесит вранье, измена и ноздри Влада. Блин, да мы это уже проходили, Коль. Да чем не угодили мои ноздри? Блин, так сложно говорить, что бесит, потому что все, на самом деле, так индивидуально. И если как-то вот, в общем, бесит хамство. Бесит, когда... Ну, предательство бесит, не знаю, это как качество, не качество, наверное, отчасти качество. Бунально. Хамство, предательство и лизоблюдство. А это что такое, объясните для пятнадцать летней аналогики? Завтра расскажите. О, хорошо. Так, что бесит меня? Меня бесит навязывание мнения, наверное, своего. Меня бесит лживость. Я не знаю, может быть, это одни и те же или сопоставимые вещи. Вот двуличность. Вот это, да, вот три такие вещи. Это комплекс такой, да? Ну да, вот предательство, двуличность. Бизнес-обед. И навязывание мнения тоже. Вот прям, блин, когда вот кто-то вещает, абсолютно уверен, что вот он прав и больше никаких точек зрения не существует. Это тоже прям ужасно. Я говорил, надевай шапку. Ну, конечно же, предательство. А ложь, ну типа лживость, предательство, это одно и то же. Ты один в один-то не списывай, я тебе дал. Ну типа это одно и то же. Ну типа я даже так вот буду загибать пальцы. Ну мемчик такой какой-то, да? Я так же буду загибать, я так же буду вот так вот делать. В общем, лживость, извините, бля, предательство. Ладно, предательство. Когда говорят за спиной, это... Ну, я считаю, что нужно говорить лицо сразу, если тебе что-то не нравится в человеке. Можно добавить? Меня еще злит паузы очень долгие. Вот прям... Прям сейчас вообще я зарвусь. Спасибо. Пауз не будет теперь. Тьфой. Владу будет... Молчать. Теперь стопнулись. Пауз просто нельзя делать. Через 10 лет. Не говори маме через 10 лет. Что будет с нами через 10 лет, как вы думаете? Я не знаю, у меня сразу концерт на островах такой, ну юбилейный. Кстати, да, да. Какой-то остров, какой-то, да, президент какой-то там Литвы. Президентом по Камбоджии. Камбоджии, да. Заказал у нас себе на острове с бэндом. Возможно, еще Агутин там. Как Агутин там. На берегу ансамбль. Давай еще Газманов, Агутин, Кирпоров. У нас по-любому будет доец Кирпоров. Я вас клянусь с Басковым. Эта вся тема будет, я уверен. И вот мы все вот этой, ну, с сборной соляночкой, скажем. Да, мы такой огромной тучей. И имеем очень пенную вечеринку. Вместе разрываем где-то остров, да. Куча девчонок. Еще что скажете? Блин, нельзя, вообще сложно загадывать на 10 лет вперед. Пусть Бог решает, как нам суждено. Пока нам будет по кайфу вместе, и пока мы сможем творить, вот столько мы и пробудем. Если это будет 10 лет, то класс. Я буду слегка староват, но... У самурая нет цели, есть путь. Я про вечеринку хочу это самое дополнить. Филипп Бедросыч выходит к микрофону и говорит, ребята, какие вы молодцы, что все-таки собрались. Я не зря взял когда-то колывана к себе в клип. Ты про Филиппа осторожней сейчас, да? Почему? Я за Филиппа тебе... Говорит тебе... Все, ладно. Я тебя чикну. R&B. Про треки мы планировали сейчас фиты, планировали выпускать. Сейчас, например, там... Ну, это чисто, например, там, я с Даней, я с Колей, Коля с Даней. Возможно. Типа, ну, гадайте. Не знаю. Ну, что-то крутое будет. Что-то в плане таком, знаете, хип-хоп-рэп, менее поп. То есть попсы у меня слегка... Да, ты взял эту маску, да, для Леши? Да, да, да. Вот это на застежечку, да? Зачем постоянно нас таблеток? Да, я взял. Недавно вышел крутой сингл «Без тебя». Обязательно все послушайте. Без тебя запомните. Я надеюсь, он очень вам понравится. Мы готовим очень много осеннего. Крутой опыт, что можно будет поплакать. У нас очень много love stories в разных стилях. Так что понравится всем, и слушателям Моргенштерна, и тем, кто слушает Филиппа Киркорова. Я надеюсь, мы очень разносторонние и хотим это показать. Вот девчонок, ищем нам вот видео. Хотим сделать хороший клипчик на «Без тебя» и ищем красивых девчонок. Да, у нас очень крутые треки будут. Прям очень. Искренне. Каждый новый нравится еще больше. И мы очень надеемся, что ему тоже зайдет. Мы очень скромные. Прям вот это наше качество. Мы очень рады успехам «Без тебя», на самом деле. Вот сколько мы? Мы, кстати, неделю назад нам было ровно полгода, как мы существуем. И «Без тебя» — это наш четвертый сингл. И у него, по нашим меркам, очень клевые успехи. Нам действительно нравится все, что сейчас происходит. Материала накопилось за пандемию очень много, потому что мы проводили время на студии в основном. Готовьтесь. И, конечно, завалялось там очень много музла. И мы его очень сильно ждем. Надеюсь, что и вы тоже. Самое главное в жизни — это любовь. Ой, цензура, цензура. А мы же без. Давайте ответим цитатами великих. Главное — это душа. Нет, это реально мое мнение. Господи, романтик. Ну что это? Ну что это? Ну подожди, ты помнишь? Давайте Влад сначала. Это был ролик с женщиной в клубе. Нет, не помним. Влад, давай. Самое главное в жизни — это гармония с собой. Что какие-то у вас ответы за умные? И деньги. Что мне отвечать? Ну давай, вот тебе умные ответы. Скажи мне что-то нормальное. Семья, два кусочка пиццы. Хочу пиццы с друзьями поделиться. Потом что-то в жизни достичь. Все равно. Ну, каких-то целей добиваться, добиваться, добиваться. Пока не станешь старым, тебе не станет 25. В общем, себе понравиться в жизни. Делать все, что ты хочешь. Кайфово. А не то, что тебе скажут. Навязывай свое мнение. Я тебя украл.